Доброе утро, друзья! Кто бы ожидал, что 1 октября 2015 года у меня на руках будет сидеть настоящий Зевс? У нас в гостях великолепные, замечательные щенки, хаски и, конечно же, их хозяйка, владелица питомника, ездовых собак, Алина Менликаева. Алина, доброе утро! Здравствуйте! Ну вот с одним парнишем мы уже познакомились, это Зевс. Как зовут красотку на ваших руках? Оливия. То есть Оливия и Зевс. Да. Они настоящие хаски? Да, вот у него даже клемоту, штамповка есть, но этого еще пока нету. Что именно хаски? Да. Что именно подтверждение того, что это именно сибирский хаски. Давайте тогда и поговорим как раз об этой пародии. Хаски, собаки, ездовые. Правильно? Все правильно. Ничего не путаем. Им нужна воля, большое пространство, я не знаю, место для тренировок, для сна, для жизни. На сколько километров вообще способен хаски пробежать в день? Ну не такой, конечно, малыш, но постарше. Ну на самом деле тут как бы все зависит от многих факторов. То есть зависит все от тренировок, то есть насколько собака натренирована. Зависит от цели маршрута, то есть груженности. То есть если там собака перевозит какой-то груз, то она гораздо, значительно меньше пройдет в день. Вот если это, допустим, пустые нарты, то собака может пройти гораздо дольше. Ну в среднем где-то до 100-150 километров могут пробежать. А с какой скоростью издевать собаки? Ну средняя скорость где-то 10-15 километров в час. Слышно, прилично. Ну достаточно прилично. Ну вы знаете, они такие милые, маленькие, что как-то прям слабо верится, что они вырастут в таких прям больших и крупных псов. Кто все-таки чаще вот сейчас, ведь это же модно заводить именно хаски. Вот вы как специалист можете рассказать, кому можно заводить такую рабочую собаку, а кому все-таки не стоит? Ну на самом деле хаски очень такая сложная порода и специфичная. И заводить новичку такую породу не следует, потому что собаки... Новичку вообще в собаководстве вы имеете? В собаководстве, да. Потому что собака очень специфичная, со своим характером и самостоятельные очень они. Вот. А что касается ездовых качеств, то, конечно, лучше заводить человеку, который собирается и планирует заниматься собакой. Потому что изначально предназначение этой породы именно ездить, это ездовая порода. И то есть если с ними не заниматься, будет намного хуже, чем человек будет заниматься. Потому что собака энергична очень. Она должна двигаться. Она должна двигаться. У нее столько энергии, что хозяин... Она рвет вперед, да. Если человек с ней просто заниматься не будет и выгуливать ее будет два раза в день, то собака просто морально погибнет. Слушайте, ну все мы ведь видели эти короткие видеозарисовки хозяев хаски, которые заводят этих собак для содержания в квартире. И когда они возвращаются в квартиру, что остается после собаки? Где вы своих держите? Какие, может быть, вольеры у вас стоят? Насколько они большие должны быть? Ну, у нас питомник, безусловно, они все содержатся в вольерах. Гуляют они в свободном выгуле без поводка два раза в день на территории питомника. И плюсом ко всему они еще и тренируются. То есть у нас тренировки достаточно такие интенсивные для собак. И то при этом, я могу сказать, что энергию не хоть отбавляй. Алена, скажите, вот они такие милые, и щенки милые, и взрослые собаки очень красивые и милые. Они могут укусить человека? Нет. Это исключено. Это как ты, Максим. Можешь укусить человека? Нет, я, конечно, нет. Хорошо. С какого возраста нужно начинать работать с такой собакой? Ну, в книжках пишут, что с года. Но я лично начинаю с полугода, потому что, чтобы собака привыкала, чтобы у собаки крепла мускулатура. То есть, чтобы именно вот потихонечку, помаленечку. Вот у таких щенков уже есть специальный упряжь, в который они тренируются? В таком возрасте. Ну, постарше, ну, полгода. Хорошо, да? Постарше, да. То есть, они ставятся к взрослым собакам, и взрослые собаки их начинают потихонечку обучать. А, так то есть, собака взрослая обучает щенка? Да. Маленького. Маленького. Слушайте, у них такая шикарная шерсть, прям такая хорошая шубка. На какой мороз они вообще способны выдержать? Ну, до минус 60, я думаю, выдержат. До минус 60? Да. Хорошо, что мы живем на Урале, а не на Северном полюсе. А на Северах в экспедициях собаки просто зарываются клубком снег и спят, потому что шерсть у них обладает очень хорошей термоизоляцией, соответственно, некоторые полярники, кто ходит с такими собаками в экспедиции, они ложатся просто с ними рядом. И тепло. И тепло, да. Слушайте, ну сейчас, действительно, сейчас очень много таких собак заводят, ну, в квартиры, в дома. Скажите, а может ли такая собака быть хорошим охранником? Нет, это исключено. То есть, если... Исключительно компаньон? Да. И транспорт. И транспорт, да. Зато никаких пробок. Пробки, чтобы не стоять. Это да. Чем кормить? Чем кормить? Ну, сейчас существуют разные методы. Это сухой корм и натуральная еда. Ну, то есть, я сухому корму не доверяю, потому что часто состав не соответствует тому, что там написано. А вот, я кормлю натуральной едой. Ну, натуральная еда, если есть, позволяет финансовую возможность, то это белок. Ковядина, творог, рыба. На северах таких собак кормят исключительно рыбой, рыбной продукцией. Ну, вот я представляю, что такое содержать дома больших собак, тем более, если не одну. Вот я помню, у нас было две овчарки. И для того, чтобы их прокормить, приходилось раз в неделю варить примерно литров 10, наверное, а то и 15 вот как раз вот такой вот каши с мясом. Ну, это я знаю. Расскажите нашим телезрителям, как часто вы стоите у плиты для того, чтобы прокормить такую ораву? Ну, в нетренировочный процесс собак таких кормят один раз в сутки, вот, но очень плотно. Если собаки не тренируются, точнее, если они не тренируются, то два раза в день, то есть утром и вечером. Перед тренировкой где-то за 3-4 часа и, соответственно, вечером. Дорогие друзья, мы благодарим Алину Менликаеву, владельцу питомника ездовых собак и этих двух прекрасных, Оливию и Зевса. В общем-то, наша программа продолжится. Буквально через пару минут мы узнаем, почему в будущем любовь будет считаться большим мифом. Оставайтесь с нами.